Приветствую всех друзей на своем канале. Сегодня у меня выпуск посвященный играм с открытым миром. Если вы любите путешествовать, исследовать и ощущать полную свободу действий, то вы попали по адресу. Я постарался собрать для вас самые захватывающие и увлекательные игры с открытым миром, которые не оставят вас равнодушными. И перед тем как не начать, напомню вам, что многие игры можно приобрести дешевле, чем в стиме. Ссылки на эти прекрасные магазины оставлю в описании. И давайте уже начинать. Синкинланд. Проект, разработанный в жанре симулятора выживания, где мы отправимся исследовать открытый мир, переживающий последствия апокалипсиса. События расскажут о внезапно случившейся глобальной катастрофе, после которой все континенты Земли погрузились под воду. Лишь небольшому количеству людей все же удалось выжить, и теперь они борются с новыми условиями существования на небольших клочках суши. Ты же сыграешь роль одного из таких выживших, который принял решение создать собственный лагерь и всячески его развивать, улучшая условия для безопасной и комфортной жизни. Задача не из простых, ведь впереди тебя ожидает масса преград и опасностей, справиться с которыми не всегда будет легко. Отправайся на исследование окружения, чтобы раздобыть ценные материалы, ресурсы и вооружение, а также подзаботься о развитии собственных боевых навыков, ведь без стычек с противниками не обойдется. Расширяй поселение и модифицируй его, привлекая все больше и больше жителей, тем самым отодвигая конкурентов назад. The Iron Wad. Тактическое РПГ, где тебе предстоит взяться за исполнение роли предводителя гильдии отважных и бесстрашных героев. Под твоим началом будет небольшая организация, которую впоследствии необходимо всячески развивать и увеличивать, становясь известным на весь мир. Контролируй каждый аспект деятельности, занимайся распределением ресурсов, привлекай в команду как можно большее количество людей и делай все, чтобы добиться успеха. Стоит не забывать о том, что каждое совершенное действие и принятое решение будет иметь последствия и в итоге повлияет на исход событий. Что касается боевой системы, то она здесь проработана на отлично и представляет собой пошаговый стиль. Это значит, что тебе предстоит подключать не только силу, но и навыки стратега, чтобы раз и навсегда дать отпор оппоненту. События отправляют нас на просторы вселенной, которая уже много лет живет в страхе. Что дело в том, что раз в несколько десятков лет на мир совершает нападение жуткий дракон, несущий в себе смертоносную чуму. Эта болезнь превращает людей в жутких созданий. И вот в очередной из таких посещений было принято решение одолеть обидчика, за что и принимается главный герой. И ты должен ему в этом помочь. The Front – шедевр в жанре шутера, где мы не только строим мир, но и выживаем в непредсказуемых и опасных условиях. В этой игре мы воплотимся в роль отважного бойца сопротивления, чей путь ведет нас в самое прошлое. Ведь именно здесь заключена надежда на спасение мира от полного уничтожения. Империя Тирании начала свое восхождение несколько столетий назад. И нам суждено остановить этот путь, иначе все живое на планете обречено на гибель. Игра поражает своим динамичным и многообразным геймплеем. Мир полностью открыт для исследований, полон ловушек, преград и опасностей. Боевая система проработана до мельчайших деталей, что позволит нам справиться с любым, даже самым крепким противником. Визуальная часть заслуживает отдельного восхищения, погружая нас в мрачный и максимально реалистичный мир. Coral Island – стратегический симулятор, где мы отправляемся управлять фермой и сделаем все для того, чтобы она процветала. События происходят на просторах Кораллового острова, куда главный герой пребывает по случайности. Теперь в твоем распоряжении богатые угодья, которые нужно привести в порядок и развивать. Займись сельским хозяйством, выращивай различные культуры и собирай урожай. Также разводи скот, завершай поставленные задачи и следи за экономикой. Также на твои плечи ложится ответственность за коралловый риф, который предстоит спасти, расчищая и разводя на морских глубинах необходимые виды рыб. Есть доступ и к простой жизни, где ты будешь заводить новые знакомства, сможешь обрести любовь и завести семью. Возможностей игра предлагает огромное количество. Так, к примеру, ты можешь отправиться на поиски сокровищ, собирая различные ценности, которые сможешь оставить себе, либо выгодно продать. Либо вложить свои усилия на развитие города, выстраивая различные элементы инфраструктуры. Симулятор ранчо – игровой проект, разработанный в жанре симулятора, где нам предстоит взяться за исполнение роли управляющего ранчо. История расскажет о главном герое, который получает наследство от своего дедушки небольшой, интересный, но при этом терпящий упыток бизнес. Главная задача игрока заключается в поднятии ранчо, его развитии и увеличении, чтобы стать знаменитым на весь мир. Отправляйся на место действия, изучай окружающие земли, находи ценные ресурсы и займись расширением собственного дела. Все будет происходить посреди скалистой местности, а это значит, что столкновения с соперниками и дикими животными точно не избежать. Это говорит о том, что тебе потребуется проявить смекалку, особую сноровку и быстродействие, чтобы не допустить ошибок и избежать нападения оппонентов. Враги будут самыми разными, поэтому тебе нужно позаботиться о полной безопасности ранчо. Из особенностей стоит отметить отлично проработанную графику, обладающую приятной анимацией и визуальными эффектами. Также порадует полная свобода действий, которая позволит делать все на свое усмотрение. Iron's Adventure – стильная в визуальном исполнении игра, которая является представителем жанра RPG. Все действия будут происходить с видом от третьего лица, где ты в роли главного героя отправишься в фэнтези мир. Сюжетная линия поведает тебе о вторжении зла в этот необъятный и некогда процветающий мир, с которым тебе и предстоит вести борьбу. Из особенностей можно отметить не только великолепное графическое исполнение, но и оригинальную боевую систему, которая позволит твоему главному герою развиваться. Также тебе стоит уделить внимание исследованию окружающих территорий, чтобы раздобыть как можно больше предметов. Мир игры хранит в себе мрачные тайны, разгадать которые без должного уровня навыков очень непросто. Группа солдат отправилась в замок на разведку, но никто так и не смог оттуда выбраться. Тебе предстоит отправиться в это злополучное место, дабы выяснить ситуацию и постараться спасти боевую команду. Игра включает в себя массу безумных сражений с самыми разными типами соперников, а также готова порадовать тебя незаурядной линией сюжета. Арсенал будет богат разными типами оружия, как для дальнего, так и для ближнего боя. Войд Грейв предлагает отправиться в захватывающее путешествие по космосу вместе с членами экипажа. В этой межзвездной Одиссеи с высокими ставками командная работа имеет первостепенное значение. Ведь вам и вашим друзьям предстоит вместе преодолевать трудности дальнего космоса. Вы окажетесь за штурвалом современного космического корабля, который будет мчаться по космическим просторам, выполняя самые обычные задания. Астероидные бури, вспышки на солнце и случайные ошибки члена экипажа не дадут заскучать. Вражеские инопланетяне и отчаянные падальщики человечества будут испытывать экипаж на прочность, пытаясь отвоевать у человечества утраченные территории. Каждый член экипажа играет важную роль. Вы можете управлять кораблем, управлять турелями, выполнять аварийный ремонт, заряжать энергоячейки, использовать оружие космической станции и даже отправляться во внекорабельные миссии, чтобы ремонтировать корпус корабля или собирать обломки затонувших кораблей. Работа в команде очень важна, но можно действовать в одиночку, пытаясь справиться со всеми задачами одновременно. Игра предлагает различные стратегии борьбы с врагами, от грубой силы до меткой стрельбы. За победу можно добывать ценные материалы для модернизации вашего экипажа. Кроме того, вы можете настроить скафандр своего персонажа, придав ему уникальный стиль и смело отправляться туда, где еще никто не бывал. Игра поддерживает кооперативную игру от двух до четырех игроков, что делает ее отличным выбором для диких космических приключений с друзьями. Гибкая система ролей игроков и возможности настройки кораблей позволяет адаптировать стратегию на ходу, что делает игровой процесс свежим и увлекательным. Armory Forger – это стратегический симулятор с элементами экшена, основанный на событиях Холодной войны. Вы становитесь участником конфликта и отправляетесь на остров в Атлантическом океане, чтобы сразиться с врагом. Возьмите на себя роль храброго и бесстрашного воина пути сопротивления, постепенно пытаясь уничтожить как можно больше противников. Используйте свои навыки стратегического планирования и тщательно продумывайте свои планы, чтобы не допустить ошибок. Проходите испытания, исследуйте окружающие вас локации и позаботьтесь о своем боевом арсенале с мощным оружием и защитными атрибутами. Важно развивать навыки своего главного героя, что позволит вам преодолеть более сложные препятствия. Игра является многопользовательской, что позволит вам отлично провести время с друзьями и игроками со всего мира. Визуальное оформление также заслуживает признания, красивое окружение, точная экспозиция и реалистичная атмосфера. Все это не оставит вас равнодушным. Song of Noonie – A League of Legends Story Приключенческий платформер от третьего лица с элементами головоломок и загадок. Действие игры происходит во вселенной League of Legends. Это фэнтезийный мир, в котором есть место магии и некоторым технологиям. События игры рассказывают историю мальчика по имени Нуну, который решает отправиться в холодную заснеженную тундру. Он делает это не просто так, а чтобы найти свою мать, которая исчезла много лет назад. Его ждет невероятное увлекательное путешествие, полное удивительных событий. Игрок сможет исследовать интересные уровни, наполненные пейзажами. Сам мальчик почти ничего не умеет, но у него есть очень хороший друг – некий снежный монстр, который помогает ему в прохождении. С его помощью он может карабкаться по стенам, передвигать большие предметы и решать головоломки. Головоломки принимают самые разные формы. Некоторые основаны на физике, некоторые на логике, а некоторые на акробатике и лазаней по стенам. Все это сделано с помощью красочной мультяшной графики, которая сочетает в себе простой стиль с хорошей прорисовкой. ARK Survival Ascended – ремастер популярной игры, разработанной в жанре выживания, в полностью открытом для исследования миром. В доисторическом мире игрокам предстоит вступить в непримиримую борьбу за выживание, которая потребует от них навыков охоты, ремесла, строительства и искусства приручения динозавров. Игра предлагает на выбор как одиночные, так и многопользовательские режимы, а также дополнительный адреналиновый режим – выживание сильнейших. Каждая локация переносит игрока в уникальную и опасную среду, кишащую разнообразными существами и грозными испытаниями. Кроме того, здесь реализована кроссплатформенная многопользовательская совместимость и поддержка модов, что позволяет игрокам получать удовольствие от игры независимо от выбранной платформы. Одним словом, Survival Ascendant – это многообещающий маяк, предлагающий захватывающие путешествия как ветеранам оригинала, так и новичкам, стремящимся проложить свой собственный путь в доисторической песочнице приключений. Вот и подошел к концу мой увлекательный рейтинг игр с открытым миром. Я надеюсь, что вам понравились мои рекомендации и вы нашли для себя что-то интересное. Надо помнить, что в мире игр с открытым миром постоянно появляются новые тайтлы, готовые увлечь вас более чем на 100 часов. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски и обзоры этих открытых миров. Большое спасибо за внимание и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова